девчонки и мальчишки всем привет привет ну что я гуляю на балконе гуляю по максимуму потому что там девчонкам уже я опять руки в кадр несу и не для слабонервных я уже в телеграм-канале показала что мне делается ну короче лучше мне она становится ну как бы как переходит другое качество по-другому болеть начинает это ладно я уже правда уже сама замучилась и всех замучил уже с этими болячками думаю не знаю что со мной делать за что мне такое наказать за какую карму я отрабатываю и фиг его знает ну да ладно теперь я вообще могу только лежать лежать и ходить на пяточках потому что мне вся кожа облезает короче в этот сижу гуляю и думаю смогу я после завтрака врачу сходить или не смогу запись конечно сейчас мне звонили из больнички я подтвердила запись не знаю дойду не дойду ли опять переносить ну смысле доеду не доеду одеться не могу я поэтому опять в палате поэтому опять бесит я уж думала сегодня сейчас там нарядно приготовила как я сейчас все один как мы с вами курицу приготовили курицу филе что с диетой несмотря на тортик уже конечно там всякие инфинуации про этот тортик ну люди ну люди кстати знаете чем хорошо хотела поделиться с этим сейчас же чё я я же не могу спокойно я же говорю смотрю этого каневского все серии пересмотрю да следствие вели с леонидом каневским на рутюбе смотрю потому что на ютюбе у них там по-моему канал заблокирован что такое там да по-моему давно им канал заблокировали короче смотрю и знаете заметила одну что и за те как смотрю я обычно не могу смотреть так чтобы смотрю вот упереться и смотреть потому что я сразу засыпаю мне надо временно еще что-то делать обычно когда с ножкой я этот семечки сейчас же не грызу семечки у я уже очень полет петлю на сливочку ну и колотом кровати come эти семечки с такими руками доска ки-7 ты короче не грозу но не хочется в общем я читаю знаете что комментарий по ходу там свои какие-то дела просматриваю и читаю комментарии знаете где комментарии на ютюбе который вот обзорчик каналов есть вот у меня есть три канала больших которые я смотрю и на эти три канала есть куча всяких обзорщиков короче и я не самих вот этих вот слушаю обложек всякую хрень несут там да а именно комментарии читаю что люди пишут слушайте я знаете что хочу сказать сразу я сделала какой вывод все-таки иногда вот недаром говорят все познается в сравнении я так сравнила да то что там люди пишут там пишут про тех ли про те каналы что люди пишут я думаю да у меня и хейтеров-то не все все милые доброжелательные люди просто все душечки просто души просто вообще слушайте ну реально людям заняться нечем да ну ладно это можно давно все выяснили людям нечем заняться кошмар и ведь прям знаете вот какие-то версии там у меня тут значит конецкие и тут такие знаете расследование интриги какие-то и все все знают и все кричат больше всего мне нравится когда говорят мы правду мы знаем правду про какую правду вы знаете вот серьезно вы живете с этими людьми где-то соседями или чего есть мы знаем правду только наша правда правда правдивее всех ну то есть знаете так чисто вот поражать комментарии почитать дочь мои хорошие спасибо мои все как все комментатор все подписчики все как все даже те кого он принято называть хейтерами там вот но пир но у них просто чё-то они просто иногда даже не хейтера они просто таки знаете вот настроение у человека плохое может случилось чё там да ну вот так вот ему надо куда-то выплеснуть вот он выплеснул облегчился да ему нормально думаю ладно пускай по сравнению с тем что пишут там мать моя женщина это ужас какой-то и не лень людям сидят ведь время свое тратят ну да ладно еще хорошая одна новости в это знаете что обнаружила на рутюбе вот всех реклама бесит-бесит все время даром не теряю видимо находки всех бесит-бесит реклама да вот она обычно как реклама в каком-нибудь ролике раз врывается прямо рёт ну то есть она вся по телевизору так и видео так везде на всех площадках и главный это орать прям аж подпрыгиваешь от нее а тут знать на рутюбе вот смотрю даже если вот пристану смысле я смотрю не отвлекаюсь и пару раз мне попалось знаете вот смотрю смотрю и бамс как будто какие-то как китайцы что-то там начали делать какой-то знать как вставка в видео секунд на 10 и звук причем такой приглушенный тихенький тихенький раз попалась 2 попалась 3 попалась я не пойму я даже смотреть не успеваю что там такое а потом смотрю там в углу написано реклама там вставляют по 5-10 секунд рекламу и она прям тихо и тихо то есть ты ее даже не замечаешь если вот у тебя где-то отвернулся от ну от экрана ты не смотришь на него тут ты даже и не заметишь что-то просто реклама представляете я думаю боже какая хорошая функция на рутюбе смотреть вот такая убесит рекламу то есть она там есть я еще думаю что ты думал у них рекламу нету ну как же так они не вставляют то есть что ну там есть функция отключить рекламу думаю как это они не вставляют что ли оказывается вон она какая представляете уйду как хорошо там замечательно досмотреть короче вот такие у нас открытия а еще в этом девчонкам уже но сказали писал конечно видео поблагодарил хотел сказать еще раз спасибо девчонкам в telegram канале которые вчера опять женщина нам напомнила всем ну я-то постоянно про все вот такое про хорошие дела забываю это мне надо за это армия пролетает что все-таки думать не только о себе но еще и о друге в этот помните вам говорила канал ксюша плюша я на него также подписан также продолжаю периодически смотреть но честно скажу не не каждый ролик я смотрю это меня не в курсе там всех событий последних начали девчонки сами вспомнили про лилю кто не в курсе можете найти в дзене канал ксюша плюша так называется или можете в telegram канал зайти ко мне посмотреть ссылка на telegram под видео можете зайти посмотреть у меня там закрепила сообщение как бы сказать то там то есть о текущих делах лили лили живет она в оренбурге у нее твой дочек и младшая дочка значит у нее особенно ребенок и так как они но с папой в разводе то есть она получается вас даришь к не зовут дарина она постоянно с ней ну то есть понятно что не может или работать она кстати и за назвала канал на цене но даже канал она не может монетизировать потому что с ней снимут пособие какие-то там копейки платят на зрение если она монетизирует свой канал то есть подключить договор заключен то есть снимут пособие она будет считаться же как работающий человек но работающим и вот а там и так платит немного то есть она вот выкручивается как может а даришке понятно ей постоянно нужны какие-то реабилитации то есть чтобы ее поддерживать хотя бы в таком состоянии как она есть не говоря о том чтобы развивать то она кого-то там какие-то может быть улучшение и дает но хотя бы поддерживать в том в тонусе в котором она есть и постоянно нужны массажи всякие лечения то коляски нужно прогулочные специально то есть ребенок все равно растет она вырастает же из всего то есть постоянно требуется требуется что туда и вот на вот эти вот на все процедуры до оказалось бы на груду полу по идее да ну да они должны быть бесплатны они есть бесплатно есть но такие знаете на отвали то есть вот или ли говорит там буквально там массаж ребенка даже раздевают чтобы сделать массаж я даже не раздевают 5 минут массаж это ну что это за реабилитация бесплатно а наконец-то хорошую реабилитацию делать то значит там уже выставляют такие счета что лили понятно просто не потянуть даже если там мама с папой работают тоже ну как бы сложно потянуть такие вещи и вот девчонки значит но периодически кто может донатит кто может хочет ну как бы это же никто никого не обязывает просто вчера вспомнили девчонкам еще большое спасибо выставили им один очередной счет на комплекс реабилитации и вот значит там куда куда деваться куда бежать с этой суммой вот вчера девчонки помогли очень хорошо спасибо большое телеграм-канал кто хочет просто кому интересно я группу зайдите посмотрите или канал на дзене можете подержать можно поддержать даже подпиской лайком просто комментарий добрый написать тоже не как бы в помощь потому что она на плюхать она совершенно одна и мама не родственники никто не пугает она вот как может так так выкручивается так сказать вот но дело даже не в этом за деда но дело в этом каждый делать девчонка дело в том что девчонкам спасибо большое да дело в том что знаете вот я сижу думаю опять вот я при я периодически хочу поднять эту тему но у меня никак не получается мне постоянно наворачиваются слезы на глазах ну это уже психика у меня нестабильная уже сам скоро реабилитации надо будет да я вот думаю знаете вот живем на в таком большом государстве вот как бы кто бы чтобы не говорил все таки мы живем в таком огромной стране почему вот эти вот всегда видите всегда удивляют вот эти вот сборы сборы на лечение детей неужели нет всякие фонды фонды кстати не помогают видимо там что-то как-то не знаю фонды отказались или помогать она писала всякие запросы пишет везде постоянно все все ну вот она все делала на месте на папе ровно на все везде пишет все просит все выпрашивает где-то что-то вот знаете вот я хочу сказать как бы вы мне не говорили свет сравнивающие еще раз там лучше на я просто хочу сказать что вот ну по крайней мере там где вот я жила вот та европа которая знаю да я не могу сказать за весь мир ну вот та европа которую я знаю там не собирают деньги на детей инвалидов на людей с ограниченными возможностями там не собирают деньги там нет нужды просить там вся эта реабилитация бесплатно и в полном объеме то есть в максимальном вот который могут дать вот она идет в максимальном объеме и об этом дальше никуда никуда просить надо такие дети такие люди там заграничные возможности они все на контроле то есть у них родственников нет нужды ходить с протянутой рукой нигде да только по моему у нас но я не знаю ну вообще страна козвод за где я так понимаю да вот у нас я имею ввиду вот вот наши страны бывшего союза да и только у нас почему-то просят постоянно постоянно сборы какие-то да почему нельзя почему государство вот это допускать но это же деть ну как даже ладно пускай скажет там деньги нужны туда-сюда допускай я не экономист да я не понимаю там что-то ну даже давайте возьмем так все платят налоги да там кто-то допустим их не платят эти налоги кого-то поймали даже те же самых блогеров да отобрали у них мир ну вот я как рассуждаю по простецки да отобрали вот эти миллионы у них миллиарды там кто сколько не недоимки в налоговой да обрадовались все то есть эти деньги экстра и не поймали бы они бы ушли бы эти деньги то есть будем считать что это деньги экстра такие знаете повезло просто повезло вот что они их нашли ну вы хотя бы половину эти дети нет не ушли опять значит казну государства значит куда опять чиновникам опять не поймешь куда в какие фонды которые вот эти фонды дадите я почему-то существуют фонды плюс еще родители вынуждены собирать вынуждены просить деньги вот так вот через ему сборы какие-то объявляют ну вот куда деньги из фонда в деваются не правда не правда что там столько детей чтобы всем помочь невозможно мне кажется при таком количестве как сказать при таком население да такие налоги такие природные ресурсы да у нас не бедная страна и какая-то там я не знаю зимбабве где действительно невозможно что детей всех поддерживать как так получается что родителям приходится ходить и просить у людей добрых миру собирать понятно что кто-то говорит чужих детей не бывает кто-то говорит что всем не напоможешь да не напоможешься не надо не как сказать нет возможности вожди вас никто не выбивает помогает тот кто есть но почему почему не помогают именно те кто имеет такую возможность то есть как раз вот оно и государственную то есть у нас деньги есть на все строительство каких-то дорог москву уже пять раз обновили да там все вот это вот прям все угу детям на операцию вот жизненно необходимо когда пожизненным показаниям это какие-то лекарства которые очень дорого стоят там миллионы не год не могут родители вынуждены то по телевизору собирают сбор там что-нибудь да то по интернету то еще не почему так ты и в такие момент вот становится стыдно за страну именно правда становится стыдно даже если взять вот пример ты не знаешь как там работают я знаю как работать столкнулся с этим даже если взять на примере вот вот давида детский церебральный паралич с детства ну понятно детства до с рождения вот это все у него было 16 операций что ли на вот у него все тело в шрамах 16 операций было его и так и сяк и все единственное когда его просили подождать не его родители просили подождать с операциями это что там ребенок должен знаете да вот операции допустим делают после какого-то возраста чтобы там уже сформировались ткани вот это все да это был единственный момент когда их просили подождать все было бесплатно начиная уже тогда это канал доброго 50 лет назад то есть мне 50 допустим 45 лет назад когда мы начали делать операцию представляете вот это вот все это все бесплатно то есть везде они ездили все кажется тут это вот все все назначения реабилитации до сих пор и до сих пор это все бесплатно и так же реабилитируют все то есть стараются но как-то в жизнь вывести в люди чтобы такие дети были социально адаптированы и только у нас почему-то все заставляют родителей сидеть и протянут урок и не за мне вот например стыдно за так понятно что я могу поговорить там папа судачи да и ничего конкретно не сделать а а вот один вот что сделаешь ничего не сделаешь посидеть повозмущаться я не понимаю где правда есть вещи которые я просто не понимаю наверно так ну так вот такой большой страны может не быть денег на детей вот как я вот этого не понимаю вот так вот так вот такая у меня сегодня тьма в голове я я не знаю как какие-то там какие предложения там ну какие тут ну я не знаю настолько умных людей сидят вот в правительстве неужели нельзя придумать откуда изыскивать средства на те вот на которым нужна вот так какого которым операции нужно которым лечение нужно реабилитации вот это все уже ли нельзя уж никто не просит даже да ну просят наверное да ну я не знаю может быть дети есть больших городах там у нас тоже конечно большой город я вот например не вижу вот даже если по нашу опять не скажу там вот там вот есть в центре вот там вот может быть вот там вот в центре и есть но если например взять человека человека допустим колясочника да он будет жить вот здесь вот у нас в районе так по чернику черняковка у нас район называется да я не знаю как он сможет на коляске передвигаться даже с полностью даже ни одного пандуса нет пандус я имею ввиду на этих в магазинах то они есть вы тоже иногда знаете такие вот так вот как хочешь на него так и выезжай вот просто как хочешь у вас практически вертикально стоит на эти даже между тротуарами вот этих вот пандусов нет и вот такие вот кирпичи лежат то есть как-то там человеку-то блин сложно ногу закинуть ну так он нормальному подняться то есть поднимаешься как по лестнице а тут представляете на коляске на коляске все ну ладно это мы про зиму тут уже не говорим все я говорю может где-то в москве это в питере да там где-то оборудовано где-то может центры все но колясочники же не живут только в москве и в питере они живут по всей россии и как-то не знаю вот ну давайте опять так вот это опять я сравню опять вам не понравится я сравню даже в самые засратые деревни в горах в испании есть пандусы есть возможность для инвалидов для людей с ограниченными возможностями куда-то там зайти в туалет и магазины просто проехать по улице там куда-то что-то в это везде есть даже вот самый самый за трапезу а у нас нет даже вот так ну вот почему почему не думают люди об этом я не знаю как то вот это вот странно и поэтому говорят что там ой там как не выйдешь в европе столько инвалидов на улице потому что они могут у них есть возможность выйти на улицу выйти на улицу и жить нормальную жизнь а наши сидят по квартирам и у них просто возможности нет такой выйти и что-то там ну как-то жить существовать среди нормального социума короче так девчонки я не знаю вот это конечно расстраивает вот когда начинаешь вот такие вот вещи они вроде бы незаметно так в реальной жизни до когда ты вот ни в чем не ограничен ты бегаешь радуешься не замечаешь пока с этим не сталкиваешься тогда уже начинаешь замечать чтобы здесь ты не сможешь там не сможешь и ты не сможешь 5 10 танцово у тебя вот а уж если не дай бог что с ребенком и его все надеяться не на кого только правда добрых дней вот так вот такие вот у меня все мне рассуждения пишите что вы думаете по этому поводу если хотите можете даже прелугаться ну потому что я не знаю скоро рождается истина наверно может быть агент не права но я считаю что я права мне вот сына за это место за то что у нас вот так относятся людям с ограниченными возможностями с какими-то проблемами со здоровьем а главное к детям и детям которым действительно нужна помощь ну ладно не буду вас больше дальше грузить если хотите приходите в телеграмм там смотрите про лилю там только пост который я закрепила просто по мне искать или или пожалуйста я говорю на цене смотрите ксюша плюша там сможете посмотреть как они играют как они любили реабилитируются как вообще как жизнь она не небольшие ролики снимают то что не просто никогда большими роликами все понятно не даришь как круглым круглыми сутками на руках висит и помощи ждать нет вот все большое спасибо всем полива спали большое спасибо всем кто смотрит то пишет комментарии кто дает советы удобно даже по лечению совету дает большой-большое всем спасибо как-нибудь выкруппать все из этого все равно не дождутся все равно выкруппать а пока вот так общайте с говорящей головой не сама кстати так не нравится вот так сидеть и вещать просто даже не диктором телевидении с другой стороны так сели побалки всем хорошо настроение всем разума рады кухонности ну и просто пока пока увидимся